Добрый день! Как комментируют немецкие СМИ последние события в России? Об этом, как всегда, в нашем веб-обзоре DeFactor. В последние дни внимание немецких СМИ было приковано к активистам Greenpeace, которые были задержаны в России во время акции протеста против добычи нефти на Арктическом шельфе. Об этом событии написали практически все крупные печатные и онлайн-издания Германии. Я выбрал для вас два комментария, которые наиболее ярко отражают весь спектр мнений немецких СМИ. Было очевидно, что арест экологов Greenpeace вызовет резкую критику газеты ТАЦ. Считается, что взгляды этого издания близки к экологическому движению Германии. Комментатор ТАЦ Клаус Хельгедонат в статье «Паранойя в Кремле» называет действия российских властей против экологов драконовскими. Автор убежден, что российские органы юстиции почти без исключения подчиняются приказам сверху. При этом Клаус Хельгедонат считает заявления России абсурдными. По его словам, Кремль ошибается, если думает, что Greenpeace – это агрессивный авангард Запада. Комментатор называет реакцию Кремля «паранойя дальней». Он упрекает власти России в том, что они верят. Тот, кто пытается захватить бурильную установку, угрожает всей политической системе страны. Более трезво ситуация вокруг ареста экологов оценивает корреспондент общественно-правового телеканала ААД Штефан Лак. В комментарии под названием «Плюнет в суп» он обращает внимание на то, что активисты Greenpeace выбрали идеальное время для своей акции, ведь они устроили ее накануне конференции по проблемам Арктики. Комментатор считает, что Путин хотел выступить в роли заботливого хозяина, который изо всех сил печется о будущем Арктики. А экологи Greenpeace расстроили его планы. Автор обращает внимание немцев на то, что Россия наверняка будет защищать свои права на Арктику всеми средствами. По мнению Штефана Лака, своей акции Greenpeace привлек внимание к экономической эксплуатации Арктики. И это вряд ли понравилось Путину, резюмирует немецкий корреспондент в Москве. Если вам интересно, что напишут немецкие СМИ о России в ближайшие дни, смотрите следующий выпуск «Дефактор». Всего вам доброго!